Всем хоккеюшки! И с вами та самая хоккейная передача, которая расскажет о главных событиях МХЛ в интернете за прошедшую неделю. Какой зимний вид спорта по популярности может составить конкуренцию хоккею? Конечно же, это биатлон. Но в российском биатлоне сейчас черная полоса. Не вывозит даже Дмитрий Губерниев. А в Нижегородской Чаке очень любит этот вид спорта и переживает всем сердцем. Особенно защитник Александр Пелевин. Он уже тренируется и в случае чего готов помочь нашим биатлонистам. Дорогие друзья, мы ведем наш репортаж с 3-9 этапа чемпионата мира по биатлону. Вот кто еще отлично может стрелять, так это Динамо из Санкт-Петербурга со своей рубрикой One Shot. Да, у них вышел новый выпуск, в котором прошлись по хоккейной терминологии. Для хоккеиста расплюнуть. Ага, как бы не так. Кто первый знает ответ, без раздумий жмет и объясняет. Поехали. Капа. Защита зубов. Нормально. Блин, но это не так работает. Защита зубов. А в сайты? В зонах. Он неправильно отвечает. Я могу ответить. Игрок входит в зону, раньше шайба. Блин. Это... Чтоб шайбу убивать. У ротаря. Проброс. Когда шайба выбрасывается из своей зоны до красной линии. И игроки успевают в оборонительной команде. Форчек. А вовремя, они наши каждодневные. Когда свой игрок забрасывает шайбу, и наша команда бежит давить защитников. Кто лучше был? Решать подписчикам. Мне показалось, что ребята соревновались не в знании терминологии, а в том, кто быстрее отобьет сопернику руку. На прошедшей неделе состоялось значимое событие. В Нижнем Новгороде состоялся первый детский региональный турнир по слэдж-хоккею. Естественно, торпеды слэдж были хозяевами турнира и приняли в нем участие. Мимо такого события не могли пройти игроки из чайки и пришли в раздевалку поддержать юных хоккеистов. Здравствуйте. 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 Собедители. Здравствуйте. Вчера вы молодцы, держали победу, выиграли. Молодчики с победой. Сегодня продолжайте в том же духе, болеем за вас, удачи. В том же духе, двигайтесь в том же направлении. Давайте, все возможное. Торпеда слэдж не стал победителем этого турнира, но в подобных мероприятиях это совсем не важно. Главное, что все эти ребятишки, у которых просто нереальный характер, получили настоящий кайф от игры и участия. Небольшой отчетный ролик подтвердит мои слова. Хороший настрой, должны получить удовольствие от игры. Понятно? Да! Да, опыт, да. У меня есть опыт с этими ребятами, с детьми. Также в таких санках попробовал проходиться. Это очень тяжело, чтобы такую команду, конечно, долго, наверное, создали. Благодаря федерации хоккея города Нижнего Новгорода. Благодаря клубу Торпеда. Вот. Их поддержки. Ну и, конечно, самое главное, благодаря их родителям, которые не умевают. Молодцы идут вперед и борются, переживают с ними. Хоккей для всех. А у меня для вас есть еще одно доказательство, что МХЛ это не только Лига Сильных, но и Лига Талантов. Нападающий «Динамо-Москва» Валентин Никаноров снялся в музыкальном клипе. Нет, ребят, там все серьезно. Валентин играет на гитаре кавер группы «Сплин», а его друг поет. Вы в шоке? Я тоже. Давайте заценим. Горя огнем твой третий ритм, лови мой ритм, танцуй, 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 танцуй. Танцуй, волна бежит на берег, волна бежит и что-то бредит. Танцуй, звезда летит за ворот, и ковш на небе перевернут. Кайф! Не стесняйтесь своих талантов, а рассказывайте нам о них. Ну а я еще раз хочу напомнить, что на этой неделе стартует главное событие года. Самый жаркий, без компромиссов турнир. Молодежный чемпионат мира. Болеем вместе за сборную. И ставьте только правильные хэштеги. Смотрите нас и следите за будущими звездами мира хоккея, чтобы потом было что вспомнить. И пусть у вас, друзья, будет все. Хоккей! Субтитры делал DimaTorzok